Всех приветствую, мои родные, любимые, христолюбчики, братцы, сёстры во Христе и все люди на земле. Всем вам желаю я добра, всего самого лучшего в жизни вашей, в дома вашей, в душе вашей, во вся сфера жизни вашей. Здоровья вам, всего самого хорошего, чтобы всё у вас было хорошо и с душой, и с телом, и с близкими, родными, чтобы вы не горевали, не плакали, а были счастливы. Сегодня хочу такую тему, мне прислали одно стихотворение, и знаете, там прозвучало такое словосочетание, я его прочитал, как «Люди зеркала», и мне что-то так понравилось, в душу запал, я сразу себе пометил, думаю, надо проповедь записать. Кто помнит, у меня на канале есть такой ролик, я его, в принципе, тоже назвал, кстати, очень похоже, я тогда написал, что и всю проповедь, сказал всё слово, что «Дела – это зеркало души». Ну, я ничего нового тоже, образов-то полно, да, «Дерево узнается по плодам», Господь говорил, вот, «Человек по его делам», ну, я просто чуть как-то по-другому выразился, да, может, я даже где-то тоже это подхватил, я уж не суть важна, вот. И вот «Люди зеркала», вы знаете, мне тоже очень понравилось, я хочу, конечно, сегодня поднять вопрос, вот опять этого, знаете, осуждения, обличения, очень часто почему-то христиане думают, что они имеют какое-то право, не знаю, с чего они, правда, это взяли, ну, как они начитываются, там, и в посланиях находят, ну, и в жизни, и в словах Иисуса что-то там тоже, кто извращает, кто просто не так понимает. Конечно, есть в поступках Иисуса, я сам говорю некоторые вещи, когда меня вот ищут, тоже там, ты вот на православных наезжаешь или на протестантов. Ну, я привожу пример Иисуса, который говорил публично, говорил «Горе вам, фарисеям». Горе вам, фарисеям, это было, это как сейчас православные, это те люди, которые дали обет, и все букву в букву исполнять, весь закон, там, все эти предания старцев, весь культ соблюдать. И Господь говорил им вот так вот, да, он никого лично не наезжал на него, я так же делаю, но он говорил «Горе вам, фарисеям», я говорю «Горе вам, православные». И я объясняю, почему, кстати, я не просто так говорю, вы все в аду будете говорить, почему, почему, почему. Господь говорил, вы вот то-то-то, горе вам законникам. Говорит, почему, потому что вы подменяете заповедь Божью, заповедями человеческими, вот у вас папа-мама помирает, а вы говорите, если в храм принесешь, то ничего страшного, пусть мама-папа помирает, ты можешь уже ничего для родителей не делать, ты же Богу принес, это выше. Я то же самое, я объясняю, в чем косяк. Я говорю, горе вам, да, православным и их учителям, которые говорят, что булкой человек спасается, не спасается. Горе вам, протестантам и их учителям, которые говорят, что человек спасен по вере. Семечко ему, да, дано, но это не значит, что больше тебе в этой жизни ничего делать не надо. И горе вам, если вы учите, что посмертное бытие черно-белое. Иисус такого не говорил. Иисус говорил, что каждая семечка дает свой плод. Ну, Иисус три примера привел им прекрасно, понимаем. Особенно кто огородники, садоводы. Может быть и такое яблочко, и такое, и такое, и такое до бесконечности. Там тысячу вариантов. Семечки, может, и один. Одно сажаешь, и одно вырастает. Бывает такое, с огурца, даже с куста. Можешь один огурец собрать, и все, и он умрет. И больше ничего не даст, там не завяжется. Вот, то есть, посмертное бытие, оно не черно-белое. Иисус учил другому. Павел говорил, что дело каждого обнаружится и испытается огнем. У кого есть золото, у кого есть драгоценных камней, у кого есть серебра, а у кого есть дерево, у кого есть соломы. У всех разный дом. И вот именно, чем есть разные материалы, к огню, в огне золото еще лучше, оно очистится, алмазы, там серебро, а солома сгорит, дерево тоже дольше, оно сгорит, камни, ну так, камни не сгорят, конечно, но кто видел пожары, что хорошего, да, так себе. Вот, какие вы итоги, камень, камень не рознь. Какой-нибудь белый силикатный развалится, гранит, конечно, останется цел. Вот, поэтому я вот с этими обличениями, конечно, можно обличать учения, группы, так, неважно, как они себя именуют, да, с ихним мировоззрением, это то же самое. Вот, а лично людей, вот так публично унижать, там еще что-то. И вот, люди-зеркала, это я вот хотел как раз этих людей назвать, тех людей, которые считают себя, что вот они как, они когда тебя тычут, они же на что намекают? Ты посмотри, кто ты есть. Я же тебе, посмотри, я тебе показываю, кто ты есть. Я же зеркало. Я же не его вижу. Он не... Я вот сейчас буду... Я не просто так, люди-зеркала. Это не просто даже фраза. Я проведу реально, как мы... Господь создал видимый мир, как проекцию после перехода определенной грани под названием атом в видимый мир. Невидимый, нам становится видимым, да? Мы с вами на зеркала посмотрим, как на физическую, предмет, материю, что они себе представляют. Вот эти люди считают себя зеркалами, вы знаете. Сами-то они ничто, да, как они, кто там православно умаляется, протестант считает, что он ничего тебе не должен. Он говорит, вот ты на себя посмотри, вот я же тебе говорю о тебе, я говорю, какой ты есть со стороны, вот глянь на себя в зеркало, он мне говорит, какой ты есть негодяй. Вы знаете, я хочу немножко о зеркале, кто не знает, я вот могу зеркало сделать практически из любого предмета. Ну, грубо говоря, я занимался автопокраской, покраской автомобиля или автопокраской, хотите, занимался, естественно, покраской, там, полировкой занимаешься. Я когда этот вопрос первый раз изучал, вы знаете, что такое зеркало? Зеркало – это идеально гладкая поверхность, поэтому себя можно увидеть порой даже в куске дерева, если его идеально отполировать. Первый раз я этому научился, я увидел хорошую статью, помню там, да, то есть зубчики. Если поверхность зубчатая, ты ничего не увидишь, ты же смотришься в нее. Если ты взял шкурочку погрубже, вот у тебя зубчики вот такого вот размера. Ты берешь шкурку, соответственно, в два раза меньше. Ну, если мы сейчас, я микромир сильно вам увеличил, говорю, что это вот любая поверхность, это вот такие вот зубья. Я вам не стал эту статью, там это все, я так на словах вам объясню, какую-нибудь искать там подобную картинку. Ты берешь шкурочку в два раза меньше и сносишь эти пополам зубчики. У тебя не были такие, а стали вот такие, в два раза меньше. Ты берешь еще полонечку и еще сносишь. И так, пока ты не доводишь до идеальной. В концовке ты должен две ровные, грубо говоря, вообще идеально ровные поверхности просто друг от друга тереть. У тебя получается идеальное, у тебя получается отражение. Потому что поверхность идеально ровная. Она не волнами, она не зубчиками или волнами, там неважно. Так, зубчики просто рисуются, потому что шкурка, кто знает, или напильник, он из зубьев состоит. А потом они все меньше, меньше, меньше. Вот. Это идеально ровная поверхность. Ну, то же самое стекло, оно прозрачное. Да, сзади есть подложка как раз, чтобы ты как бы увидел свое отражение. Поэтому само зеркало, само, ведь зеркало, это же стекло, оно добавляется в специальные ингредиенты, оно становится, оно же идеально гладкое, как стекло, но оно темное, поэтому ты себя в нем хорошо видишь. И обязательно там еще и подложечку делают, чтобы вообще убрать всякую прозрачность, чтобы реально отражалось то, что ты видишь. Вот. Вот даже с зеркалом провести аналогию. Я почему всем всегда говорю, почему я не принимаю там, я сам на себе даю другим в этом пример, как и делал Иисус. Я не позволяю, почему себя судить, неизвестно кому. Я говорю, там, комментарии, почему я так отношусь. Кто ты есть, я говорю. Ну, кто ты? Ты идеально гладкая, где ты? Вот Иисус ходил явно. Все знали его жизнь, его слово, его проповеди, кто он, как он, да. Он мог себе это позволить. И то, я говорю, там надо вдуматься в каждый поступок. Ты можешь найти вот то, что ты делаешь? Он, когда, когда он исцеляет, и люди в сердцах помышляют, эти фарисеи, он и говорит, что вы так помышляете. И то он не стал этих корить, кто помышляли. И причем это была группа людей, понятные. Один, а другой, там, куча фарисеев сидела. Может, обычные какие-нибудь законники там, или люди даже. И он им, как бы, говорит, опять же, в общую массу, что, говорит, надо в субботу делать. Добро или зло? Исцелять, спасать душу или погублять. Исцелять там человека, делать ему благо. И все это показывает, все это доказывает свою любовь. И кто ему тыкал-то? Чем ему тыкали-то? Он говорил. Я люблю эту фразу Антония Великого. Кто ты и как живешь? Что ты? Кто ты есть? Ты зеркало. Я одну картиночку взял в интернете. Вы знаете, есть кривые зеркала-то. Я говорю, кто тебе сказал, что ты такой гладкий и пушистый, и хороший? А может, ты кривое зеркало? Ты что мне тычешь-то? Ты на себя-то сам смотрел? А если ты вот такое вот зеркало? Я вам такую картиночку нашел, но вы сами можете полно найти. Может, и целое королевство кривых зеркал. Ну, ты сам-то кривой, если. Кого ты мне покажешь? Это что, я? Нет, это не я. Ну, кто ходил? Есть эти комнаты, да. Я, по-моему, тоже где-то ходил, я уж не помню. Но это же не я. Это же какой-то урод. С такой головой, с такими руками там, или ногами, или весь вот такой кривой. Это же не я. Ты мне показываешь, не меня. Если ты сам кривой, ты не меня. И это лишь другой образ. Все прекрасно в Евангелии знаете. Господь говорил, как ты, сучок, в глазе брата ковыряешься. Ой, жалко, я сегодня не подобрал. Такую хорошую хохму где-то видел. Пост тоже в интернете. Что в чужом глазу я ковыряю противную, что-то там мелкую, такую, какую-то соломинку. А в своем, а у меня в глазу прекрасное, красного дерева, такое, изрезанное бревно. Ну, так хохмично было, надо было. Я не знаю. Может, я, кстати, сохранил. Что-то у меня просто на мысль сейчас не пришла сразу эта картинка. И я не найду, конечно же. Может, если я где-то ВКонтакте видел, я себе, может, и добавил. Но сейчас уже не суть важна. Я говорю, ты-то сам кто? Ты меня, может, будешь учить чему-то? Добру, а сам рубля не подашь. Я знать не знаю, как ты себя ведешь на улице. Чем ты занимаешься? Поэтому, говорю, когда меня там аватарки судят, неизвестно какие. Или даже человек мне там звонит, пусть, как я говорил, да, хорошо. Ну, ты повыше уровня, согласен, у тебя. Аккаунт там есть. Хотя из этого аккаунта, ну, хорошо хоть имя прочитать. Возможно, человеческое. И хотя бы там твое есть лицо. Хоть посмотреть, как ты выглядишь. Ну, и что это еще тоже ни о чем. Это я так говорю, что на эти вообще можно не реагировать. Это вообще никто. Под названием никто. Реально. Человек сам себя оппозиционирует. Это его позиция. Никто. Пустота. Или какая-нибудь абракадабра. Вот что он там пишет, это он и есть. Потому что человек, он себя проявляет в этом мире. Если ты так себя проявляешь, ты это и есть. Ты абракадабра. С этими жеркалами, да, та же самая ситуация. Я говорю, ты кто? Может, ты сам кривой и пытаешься мне показать меня? А это не я. Это совсем не я, то, что ты показываешь. Это ты меня таким видишь. Но это не я. Ты не мое зеркало. Нет. Вот чистый святой человек, пусть или в каком-нибудь деле достигший совершенства, так скажем, чего-то, да. Да. И это всем известно. Мне известно. Твои, так скажем, подвиги. Твои добродетели. Вот эта сущность души. Природа души. Да. Да, да я сам у тебя побегу учиться. Иисус как делал? Сам своей жизнью подавал пример, кем надо быть. Он говорит, я вам подал пример и оставил себя как образец. Как жить, что говорить. А это нет, это кривое зеркало. Что ты мне? Я, когда мне говорят, я говорю, это не я. Вот то, о ком ты сейчас говоришь, это не я. То, что ты говоришь и влагаешь в уста мои, там, посмотрев один ролик, а ты другие смотрел. Да и даже если смотрел. Я говорю, это твое образ обо мне сложился. А это не я. Ты меня искривил. Я не такой. Вот. Вот это вот люди зеркала, да. И, к сожалению, зачастую это люди кривые зеркала. Потому что мы бросаемся другим их показывать, да. А самое лучшее обличение – это собственный пример. Да ты живи по-другому. И люди тебя, и люди сами начнут обличаться. Я говорю, ты считаешь, что другое есть учение? Пожалуйста. Я говорю, когда меня обличают, особенно я говорю, мое, мой дар, он у всех на виду. Я записываю ролики, не ты. Ты молчишь, сидишь. Какое право ты имеешь меня обучение учить? Ты что, учитель? У тебя канал есть. Я могу тебя послушать. Пожалуйста, откройся миру. Не надо там приводить слова апостола Павла, что если я и невежда в слове, то не в познании. Павел же очень часто юродствовал. Очень часто приходилось. У него есть послание, где прямо аж такой, знаете, достаточно все-таки жесткий сарказм. И это, кстати, фраза одна из них. Ну, как же Павел был невежда в слове. Очень еще какой. И вежда, не знающий слово. Это Павел, фарисей из фарисеев, который Ветхий Завет уж прекрасно знал. И он невежда в слове, но не в познании. Конечно, и в познании. Сам Иисус, в отличие от многих, его наставлял, хотя он с ним не ходил. Да, и сколько раз саму являлся. И дал ему быть величайшим апостолом, первым апостолом язычников. Уж как тут невежда в слове-то. Естественно, он юморит. Как это, я не знаю, как хотите. Сарказм назовите. Юмор. Юродство. Какой же он невежда в слове. Еще какой вежда. Что в знаниях, что как там не перевели. Может, он имеет в виду, что он как бы слога нет или красиво пишет. Все у Павла было. Мы его послание читали. Еще какой. И вежда, и действительно дар даже слова. И красивого слова. Уж у Павла-то это не отнять. И причем неважно. Половина посланий очевидна, что он действительно это кто-то писал. Он говорил, не зря они такие большие. Болтать-то мы любим. Писать много зачастую нет. И действительно, Павел какие-то сам. Есть где он сам писал, что я сам своей рукой написал, подписывая письмо. Но основную массу, тем более, некоторые из них были из заключения вообще написаны. То есть, возможно, просто давали возможность писца. А сам он был, во-первых, в ужасном состоянии. Человек в тюрьме-то не особо себя хорошо чувствует. И, возможно, те же самые руки были скованы. Чего там писать-то будешь? Ну, это я еще к себе все вечно притягиваю. Но это и к остальным, и к вам, ко всем относятся. Я говорю, не позволяйте никому себя учить, судить. Судить, обличать. Что такое обличать? Ты свой лик сначала покажи, а потом обличи. Ты кто есть-то? Как ты живешь? Ты можешь кого-то сказать, слушай, дорогой, ты не так делаешь, если ты в этом специалист, мастер. И, грубо говоря, человек еще напрямую, этот я должен признавать тебя мастером. Зачем мне советы? Я сам неплохо делаю. Возьмите любую профессию рабочую. Это так. Так что вот такие вот люди-зеркала. Это, конечно, печально. Я говорю, такими не надо становиться. Станьте просто светом. Где свет, там тьма сама убегает и обличается. Вот и все. Вы, главное, правильно живите и правильно говорите. Проповедуйте, благовествуйте. Это да. А на кого-то наезжать, кого-то тыкать. Вы знаете, я даже сегодня говорю, кстати, это не потому, что меня тут затыкали опять. Пару дней-то так тишина, и у кого-то вечно банишь. Я говорю, если бы, конечно, все это оставлять, я много раз, но это я опять про себя. Да, то, что меня в основном теребит. Вот. Ну, моя жизнь такая, да, как проповедника. В основном понятно, у всех есть и гонения какие-то, я говорю, и от родственников, и за веру, и не за веру. Но так как это моя зачастую основная деятельность, тем, чем я занимаюсь, с этим приходится много сталкиваться. Вот. Это вот действительно еще из-за один образов очень хороших таких определений. Кстати, безобидных, я бы сказал, таких клеем к таким людям, я вот их бы называл, ну, правда, люди-зеркала, ну, я так и назвал, а по-хорошему я больше говорю о людях-кривых зеркалах. Я говорю, а если ты прямой, то на самом деле ты и так будешь ходить. Все и так в тебе себя увидят, образно говоря, какой он. Если ты будешь светом и будешь идеальным, гладким, идеальным, слово, гладким, совершенным этим зеркалом, люди в тебе как бы себя увидят. Ты делаешь, а не не делают. И ты ему себя покажешь. Ну, ты стань сам святым. Стань в этой сфере хотя бы, в какой-то, в этой, в этой. Ты просто будь им. Говори об этом, да, что вот так я делаю. Почему ты так делаешь? Можешь призывать делать это. И тем самым показываешь. Человек, говоришь, слушай, давай добро сделаем. Пошли вот это сделаем. Слушай, там, слышал, мальчику надо помочь. Дай 10 рублей. Все, ты его уже, ты ему показал зеркало. Не надо ему говорить, что он чмо, что он не дает. Ты сказал, объявил ему, слушай, вот так и так. Или там помощь нужна. Пошли там этому поможем. Или помоги мне. Да, вот любой человек. Все, ты уже стал идеальным зеркалом для него. Его поступок, он увидит в тебе, что он сделан. Какая у него была реакция на твое. Я говорю, а вот, знаете, вот так вот. Ты посмотри, кто ты есть. Смотри. Я тебе сейчас расскажу какой-то. Это вот эти вот, которые я картинку подобрал. Это из этой серии. Сейчас я тебе покажу. Глянь, глянь ты какой. Нет, это все ерунда. Это все не истина, неверно. Это все не по Евангелию. Вот так вот. В принципе, на этом у меня все. Затягивать не буду. Я вообще хотел кратенько сказать. Смысл понятен. Да, просто очередное определение. Я говорю, такой образ очень хороший. Люди, зеркала. Не будьте кривыми зеркалами. Будьте прямыми своей жизнью. Будьте совершенными. Будьте зеркальными. Да, будьте гладкими. Идеально. И люди сами в вас увидят свое отражение. Вот такая, наверное, у меня последняя мысль. Ну, а каким нам зеркалом надо стать? В чем его гладкость? Это в любви к людям. А чтобы другие видели в этом себя. Какие они не любовь, ненависть, злоба. Все вот это. Они тогда все это увидят. Я с вами прощаюсь. Всех обнял, поцеловал. Кому нравятся мои ролики, знайте, что с ними делать. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok